МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поисках инвесторов Ненинский округ на Международном арктическом форуме, который прошел в Архангельске, представил инвестиционные проекты, на реализацию которых потребуются миллиарды рублей. Наш регион стал одним из восьми арктических субъектов, представившим свои амбициозные идеи, демонстрирующие региональное видение предложенного Министерством экономического развития России проектного подхода к развитию каждого макрорегиона. О точках развития Мария Владимирова. Для демонстрации комплексного социально-экономического развития арктической зоны специально построили выставочный павильон. На площади более 1400 квадратных метров разместились экспозиции крупнейших компаний и восьми субъектов арктической зоны. Здесь и Красноярский край, и Республика Коми, и Архангельская область, и Ненинский автономный округ. Каждый регион представил свои проекты, на реализацию которых требуется помощь инвесторов. Не исключением стал и наш регион. Сергей Кулаков шутит. Удары в бубен как средство привлечения инвесторов. Ненинский округ готов к реализации крупнейших проектов. Один из них – глубоководный порт в Индиге. Основным проектом инвестиционной 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 зоны на сегодняшний день является строительство глубоководного порта Индига. Это опорная точка Северного морского пути. Наша гордость, который вошел в список приоритетных проектов, утвержденных Министерством экономического развития, и вошел в проект новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, что для нашего округа является большим достижением. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Декларация о намерениях по инвестированию в данный проект была согласована Росморричфлотом с некоторыми заявлечениями, которые мы сейчас отрабатываем. Также были направлены письма с предложением о сотрудничестве, и сейчас мы работаем с нашими финансовыми инвесторами. Параллельно этому идет еще один инвестиционно-привлекательный проект, это строительство участка дороги Сосногорска-Индига, по которому можно будет осуществлять транспортировку углеводородов до порта, а дальше на экспорт по Северному морскому пути. Наряду с промышленными объектами Ненинский округ развивает и туристическую отрасль. В этой сфере самые амбициозные проекты. Туристические рекреационные классы, которые мы планируем сделать, на базе нашего турцентра, это с горнолыжными склонами, с аквазоной, с большим кемпингом, с пустозерским острогом, и с системой ГЭС-хаусов по всему региону, чтобы туристы прилетали и могли в зоне туристической привлекательности сразу у нас оказаться и получить комфортные условия и услуги в сфере туристического сервиса. Мы сейчас находимся на стадии проектной разработки и, соответственно, можем презентовать только пока проект. Я надеюсь, что через год у нас проект уже появится в полноценном виде, после которого мы начнем полноценный поиск инвестора будем выходить на отношения в сфере государственного частного партнерства. Арктический форум – серьезная площадка для поиска потенциальных инвесторов. Каждый северный регион представляет проекты, реализация которых даст новый виток развития и потянет за собой все остальные проекты. У республики Саха-Якутия целый комплекс инвестиционных проектов, которые планируется развивать в составе северо-якутской опорной зоны. На сегодняшний момент уже подготовлены концепции его развития, в которую, помимо прочего, вошли два системообразующих проекта. Первый проект – это модернизация флота и строительство судов на базе высокотехнологичной ажиотайской судоверфи и морской порт Тикси. Корпорация развития республики Саха-Якутия осуществляет подготовку и реализацию данного инвестиционного проекта. В настоящее время разработан бизнес-план финансовой модели, в разработке находится проектно-смирная документация. Судоверфи будет создаваться на базе уже существующего завода, житайского судоремонтно-судостроительного завода. После ввода в эксплуатацию проектная мощность судоверфи составит 10 речных судов в год. Кроме того, можно будет модернизировать до 6 судов в год, проводить также ремонтные работы и утилизировать сюда на другом берегу. Арктика – это не только добыча нефти и газа, развитие северного морского пути и реализация промышленных проектов. Арктика – это и кладовая природа. Все самое вкусное и полезное представила компания «Гелиос» из Архангельска. Это комбинированные продукты, которые в сочетании обладают определенными свойствами. Это продукты, которые способствуют акклиматизации, адаптации человека на севере, которые поддерживают иммунную систему, способствуют повышению резервных возможностей организма, а также выносливости, работоспособности, а соответственно, если используются военными, то и боеспособности. А что у них в основе лежит? Какие-то северные травы? В основе экстракты из лекарства растительного сырья. Потому что в лекарства растительного сырья содержится естественно комбинированный витаминно-минеральный комплекс, который очень хорошо усваивается организмом человека. Он не воспроизводится никак. И это самое главное. За 25-летнюю историю предприятие изготавливало витамины для восстановления солдат после ранения. Начиная с 2011 года витаминизированные напитки успешно используются в питании космонавтов на Международной космической станции в составе дополнительных наборов продуктов и формируются по индивидуальным вкусовым предпочтениям космонавтов. Инвестиционные проекты исследования, перспективные разработки достижений в сфере науки и технологий. Все это направлено на ответственное освоение Арктики. В настоящий момент программа по экономическому развитию арктического региона включает более 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Прежде всего поддерживаются инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создание опорных зон развития. Особое внимание уделяется и развитию Северного морского пути. Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией. Во всяком случае, в ближайшее время, уверен, так и произойдет. Причем эффективный и надежный, имеющий огромный потенциал для российской, но и для глобальной экономики. Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Северного морского пути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. При этом хорошо понимаем, для того чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, официальным, востребованным для перевозки всех типов грузов, от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия. По прогнозу Росатому, через пять лет объем грузопотока по Северному морскому пути может вырасти до 35 миллионов тонн. Подтверждение тому является востребованность использования этого маршрута такими крупными проектами, как Ямал-СПГ, реализуемый Новотеком, и разработка новопортовского месторождения «Газпромнефти». Еще одним крупным игроком в этом списке может стать и Ненецкий округ. Мария Владимиров, Леонид Шишелов, телеканал «Север Архангельск». Нужна ли нам вторая смена в школах или же от нее следует отказаться? Этот вопрос не нашел однозначного ответа. Одни считают, что вторая смена имеет место быть и даже находят в этом массу положительных моментов. Другие говорят о том, что для детей вторая смена скорее вредна, нежели полезна. Так или иначе, но со временем все школы округа перейдут на односменный режим обучения. Как скоро это произойдет и какие трудности могут возникнуть в связи с переводом, узнавала Ирина Нежалова. Спланировать свой день таким образом, чтобы и выспаться, и сделать уроки, а потом еще успеть на любимую секцию или кружок, удается не всем. Кто-то отказывается от доп. образования, а кто-то подстраивается под сложившиеся обстоятельства и при этом чувствует себя вполне комфортно. Как, например, жительница Наринмара Елена Гоць. Во второй смене мама 10-летней Екатерины видит только плюсы. Для нашей семьи это очень удобно, что мой ребенок учится со второй сменой. Во-первых, у нас теперь нет проблем по утрам с криком и шумом, что Катя, вставай, вставай. Мы спокойно можем идти на работу. Она встает в 9 часов, спокойно завтракает, не спеша собирается на секции. Она занимается плаванием и английским языком. Она уходит, приходит она где-то после 11 часов, доделывает уроки. В 12 часов она нас обедает и собирается в школу. Приходя из школы, в 6 часов вечера, как и мы все, приходим с работы, ужинаем. Ребенок делает уроки и занимается свободным временем. А вот и сама Катя. Вместе со своей подругой Ариной она возвращается с курсов английского языка. Есть у вас какие-то сложности с тем, что во второй смене учиться или нет? Это или вам наоборот нравится? Нравится. А чем нравится? Ну, что можно долго поспать. Поспать. А уроки не тяжело вечером делать? Нет. Нет. Что-то утром. А, что-то можно сделать с утра, а что-то вечером. Да. То есть вы успеваете везде и погулять, и на кружки сходить. Да. А вот если бы вам предоставили выбор, в какой смене учиться, в первую или во вторую, вы бы что выбрали? Во вторую. Во вторую. Чтобы подольше поспать? Да. Поспать подольше – это, безусловно, хорошо. Но есть школьники, которые в результате продолжительного сна в первой половине дня не успевают посещать секции и кружки, а уроки делают сразу после школы. Все это негативно сказывается на их успеваемости и эмоциональном состоянии. Мы знаем, что на консультации даже обращаются, когда к психологам, сами психологи говорят, что и уроки делают дети до 10, до 11 вечера, понятно, под присмотром родителей. Кто-то много видит в этом плюсов, конечно, в две смены, что можно выспаться. Но опять же, как правило, эксперты считают, что, как правило, ребенок больше спит, меньше успевает днем, а к вечеру, опять же, работоспособность понижается очень сильно. Конечно, вторая смена – это неудобства для детей, в первую очередь, связанные с дополнительным образованием и с подготовкой домашних заданий. Потому что, когда ребенок приходит после 18 часов домой, то ему требуется время для отдыха, и родителям достаточно сложно проконтролировать подготовку домашних заданий, которые он будет выполнять в первой половине дня, когда родители отсутствуют. Школьнику, который обучается во вторую смену, необходимо строго соблюдать и выполнять режим дня, который, в свою очередь, должны контролировать родители, утверждают медики. В противном случае, ребенку будет сложно справиться с нагрузками, в том числе с домашним заданием. Все это может привести к частым стрессам и проблемам со здоровьем. Однозначно, конечно же, я, например, не могу сказать, хорошо это или плохо. Вторая смена, единственное, что я могу сказать, что это индивидуально и относительно детей, которые обучаются вторую смену, и относительно родителей, которые должны приспосабливать ребенка к этой второй смене, возвращаясь к режиму дня. То есть родители должны способствовать переходу ребенка с одного режима обучения на другой и, конечно, всячески ему помогать в этом. За сохранение здоровья детей переживают и эксперты Общероссийского народного фронта, которые еще в 2015 году говорили о необходимости перевода школ на односменный режим обучения. Тогда в регионе была принята дорожная карта, в соответствии с которой к 2020 году все образовательные организации должны были перейти на односменный режим обучения. По мнению общественников, программа не нашла должного механизма реализации. В прошлом году в округе утвердили новую программу, которая также предусматривает постепенный отказ от второй смены, но в более длительные сроки. Эксперты ОНФ уверены, процесс перехода не следует затягивать, ведь все это сказывается на здоровье детей. В первую очередь, наверное, здесь надо говорить о здоровье наших детей. Мы живем в заполярном круге, и климатические условия сказываются на здоровье наших детей, предъявляют повышенные требования к здоровью. Ну и тем самым есть такое даже понятие, вот я недавно почитала, синдром полярного напряжения. То есть, когда мы постоянно находимся в таком стрессовом состоянии. В настоящее время в регионе из 30 образовательных учреждений в режиме двухсмен работают 8 школ. При этом 5 из них находятся на селе. В Красном, Неси, Бугрино, Нижнепеши и Индиге. У них получается двухсменный режим работы только возник из-за того, что идет в настоящее время строительство, за исключением Бугрино, строительство школ. И поэтому они на сегодня находятся в приспособленных помещениях, которые на сегодня предоставлены либо муниципальными образованиями, либо они находятся в старых зданиях школ. И поэтому организовать тот учебный процесс, который в соответствии с ГОСами должен быть, учебный план реализован, то, конечно, они выходят вынужденно на двухсменный режим работы. На сегодняшний день общая численность ребят, занимающихся во вторую смену в городских и сельских школах, составляет 620 человек. С каждым годом этот показатель растет. Сейчас на Ринмаре в две смены работают три общеобразовательных учреждения. Это первая, четвертая и третья школы. По словам Лианы Храповой, перевести их на односменный режим обучения возможно, но для этого необходимо строить новые объекты. Один из них возводится по улице Авиаторов. Сюда переедет школа номер три. О точных сроках новоселья пока говорить рано, но по проекту завершить строительство планируется через два с половиной года, в ноябре 2019-го. Школьный комплекс будет состоять из нескольких строений и позволит вместить 700 учащихся с первой по одиннадцатой классы. На этой территории будут расположены четыре основные корпуса, два основные геобразные, один корпус для размещения, для учебы начальных классов с первой по четвертый класс. И второй тоже геобразный, они как близнецы для обучения уже старших классников, будем считать, что с пятого по одиннадцатый класс. Также будут находиться два строения, актовый спортивный зал и тоже одно строение, где тоже будет спортивный зал и, естественно, будет столовая. На территории школы также будут расположены автодром и открытый стадион, но все это появится не раньше, чем через два с половиной года, а пока ученики третьей школы вместе с учителями ютятся в старом двухэтажном здании. Впервые свои двери для учеников школа номер три распахнула 4 февраля 1965 года. В то время это было одно из первых кирпичных строений в почти полностью деревянном городе. Сначала школа была восьмилетней, сейчас здесь есть десятый и одиннадцатый классы. Сейчас здесь учатся 560 детей. На такое количество ребят учебное заведение, перешагнувшее полувековой рубеж, изначально не было рассчитано, поэтому уроки проводятся в две смены. С 14 часов начинаются занятия у вторых, третьих и четвертых классов. Ученики седьмых и восьмых классов приходят в школу сразу после того, как заканчиваются уроки у первоклашек. Всешкольные кабинеты загружены максимально. Конечно, это сложности с расписанием, поскольку у нас недостаток учебных кабинетов, поэтому дети наши на физкультуру вынуждены ходить в лидер, вынуждены ходить в спортивный комплекс СМУ. И причем это независимо от погодных условий, поскольку у нас спортивный зал находится в приспособленном помещении и разместить сразу два класса мы там не имеем возможности. Для учителей тоже эта обстановка достаточно напряженная, поскольку нет места даже в учительской, где они могли бы подготовиться к урокам. Несмотря на все трудности, педагогический коллектив школы находит время и силы на дополнительные занятия с детьми. Часть кружков проводится по субботам. И учителя, и ученики с нетерпением ждут переезда в новое здание. Впрочем, оно может понадобиться и искательской школе, которая на сегодняшний день также переполнена. Там в определенной прогрессе эта цифра возрастает, поэтому каждый раз возникает риск о переводе искательской школы на двухсменные. Пока директор школы дает различные варианты по уплотнению, освобождению помещений, классов. Поэтому там также рассматривается вопрос о строительстве объекта школы-поселка искателей. Поэтому все зависит от того, как быстро нам построят школу. Новые школы в округе строятся, но очень медленно. Взять, к примеру, школу на 300 мест в поселке Красное. Контракт должен был быть исполнен еще в декабре 2014-го. Но компания Лерот до сих пор не выполнила свои обязательства. Из-за недобросовестных подрядчиков сроки ввода объектов в эксплуатацию затягиваются. Согласно региональной программе, отказаться от второй смены округ сможет только к 2021 году. А к 2025-му все старые учебные здания со степенью износа 50% и выше заменят на современные. Переход школ региона на односменный режим обучения произойдет не скоро. Поэтому необходимо создать все условия, чтобы ребенок, который обучается во вторую смену, чувствовал себя комфортно и при этом находил время на саморазвитие и отдых. Каждому ребенку после школы, после определенного вида нагрузок, особенно интеллектуальных, ему необходимо отдохнуть. И хотя бы как минимум полчаса необходимы прогулки. После вечерней прогулки врач советует сделать домашнее задание по тем предметам, которые не вызывают сложности у ребенка. Или, например, сначала выполнить задание на черновике, а уже утром переписать их в тетради. Не стоит пренебрегать и ночным отдыхом. Для полноценного сна детям необходимо спать по 9 часов, не меньше. Ну а чтобы организм успел за ночь восстановить свои силы, с вечера не следует наедаться. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал Север. Развитие дополнительного образования в Ненинском округе с начала текущего года претерпел множество изменений. Главное из них – это переход на частичную оплату кружков и различных секций, что вызвало большое негодование среди родителей. И вот по истечению квартала уже можно подводить первые итоги реализации новой концепции. Во-первых, таким решением Департамент образования, культуры и спорта навел своеобразный порядок в учреждениях. Ведь зачастую официальные данные по охвату детей дополнительным образованием разнились с фактическим посещением кружков. А оплата за этих призраков шла из окружного бюджета. Теперь же за свое чадо частично платят сами родители и, конечно, более тщательно стали относиться как к выбору секции, так и к систематическому посещению. Для девятилетней Даши занятие плаванием не просто хобби. С пяти лет девочка буквально пропадает на тренировках и жадно хватает каждое слово своего мудрого наставника. Кроль на спине, на груди, дельфин и брас – эти стили юное дарование освоило буквально в совершенстве. Но по словам самой Даши, больше всего ей нравится оттачивать стиль брас. Потому что там ноги не мешают, просто руками под воду пип, там вымер. И ничего сложного там нету. На спине люблю. Потому что просто на спине плыть и все. Быть спортивно – это хорошо. Будешь быстрая, сильная. И ничего не будешь бояться. Так просто плыть и ничего не бояться Даша научилась благодаря опытному наставнику Елене Позняковой. Уже 12-й год благодаря самоотверженному труду этой хрупкой женщины множество детей Ненецкого округа преодолевают страх воды и достигают хороших спортивных показателей. Вот и Дарья уже третий год от тренировки к тренировке показывает очень хорошие спортивные результаты. Трудолюбивая. Такое есть у нее стержень, который стремится к победе. Главное – есть желание. Самое главное в ребенке. Когда нет желания, очень тяжело ребенка заставить что-то делать. Трудолюбивая Дарья с огромным желанием улучшать свои спортивные результаты могла и вовсе остаться без любимого дела. Ведь с января все дополнительные занятия в Ненецком округе стали платными. Но мама Ирина сказала – ходить будет несмотря ни на что. Хотя с такими кардинальными изменениями молодая мамочка в коре не согласна. Мне очень положительно, я скажу. Ну, понятно, что сейчас страдаем не мы финансово даже, если так вот откинем эту сторону, а именно дети. Потому что многие дети перестали ходить. Хотя бы из-за того, что родители не имеют возможности их водить. У кого-то ведь не один ребенок, а двое, трое и так далее. Нет возможности водить их на какие-то секции, кружки. Решение кардинально изменить систему дополнительного образования в Ненецком округе было принято собранием депутатов еще в ноябре прошлого года. Согласно нововведениям, с января 2017 года все спортивные секции, кружки и иные виды дополнительного образования стали платными. На плечи родителей легли 20% от стоимости услуги. Львиную же долю – 80% – оплачивает окружной бюджет. По истечению квартала уже можно подводить первые итоги. Теперь, когда родитель платит 20%, ну, напомню, что это не все платят, у нас же есть и бесплатные секции для малоимущих, например. То, соответственно, если ребенок у него не ходит на секцию, то за него никто платить не будет. А раньше он мог просто записаться и один раз сходить или вообще даже не приходить. Поэтому у нас некоторые учреждения доп. образования не подтвердили цифры, которые они заявляли. Вот один директор говорил, что у него ходит 300 человек, а по факту оказалось, что всего 100. Но ведь финансирование он получал в предыдущие годы за 300 человек. То есть, фактически он получал неправомерные доходы. А есть учреждения, которые, наоборот, нарастили количество детей. Ну, очень хороший пример – это центр Норд, который расположен по пути в аэропорт. У него рост чуть ли не процентов на 70 детей, которые посещают. Появилась конкуренция между учреждениями доп. образования за детей. Тем самым они будут привлекать в себе лучших педагогов, они будут следить за материальной базой. То есть, опять же, оказывать более качественные услуги в борьбе за детей. Потому что сейчас деньги в образовательные организации идут вслед за ребенком. Чем больше детей, тем больше денег получает образовательная организация, тем выше зарплаты, тем больше возможно съездить в командировки, на соревнования и так далее. Увидеть реальную картину по обхвату детьми дополнительного образования помогла и новая информационная система «Электронное образование», которая объединила в едином информационном пространстве данные об учебе, успехах и дополнительных занятиях детей от рождения и до колледжа. Когда учреждение доп. образования регистрирует своего ребенка, который посещает ту или иную секцию или кружок, определяет в этой системе, то есть уже фиксирует за каждым ребенком, какой кружок он посещает. И таким образом данная система нам позволит просто посчитать, а сколько раз ребенок посещает, а посещает ли он вообще. И действительно нововведение позволило увидеть, как по факту работают сами учреждения. Цифры говорят сами за себя. Так лидирующую позицию по всем показателям занимает дворец Порта-Норд. Количество детей, которые заключили договор с начала года – 1480 человек. К нашему удивлению, ну не знаю, там, в разы я не буду цифру называть, но значительно увеличилось количество детей, которые стали посещать группы более дисциплинированно. Ну и не знаю, связано это, не связано. По пути с ними и абонементные группы, чисто платные группы, тоже количество занимающихся увеличилось. Но это очень просто проверить, потому что люди платят в кассу, и мы это видим по поступлениям средств. В связи с этим пришлось раздвинуть временные рамки работы учреждения. Теперь у нас первые люди появляются, ну я уж там не буду, в 6 утра, и последние уезжают в 12. И это без учета выходных. Гораздо скромнее показатели у других образовательных учреждений. Дом детского творчества Наринмара – 346 воспитанников. Дворец Порта-Лидер – 334. Дом детского творчества поселка Искатели – 165. Школа искусств Наринмара – 288. Центр детского творчества Наринмара – 111. Школа искусств Искателей – 82. И старт – 80 человек. В Наринмаре и поселке Искатели предпочтение отдают спортивным кружкам – 67%. На втором месте художественное направление – и 26%. Совсем не занимаются наринмарские ребята эколого-биологическим, туристско-краеведческой деятельностью, а также техническим творчеством. Чтобы исправить ситуацию, в Ненецком округе было принято решение открыть Центр детского технического творчества. Он откроется на базе действующего лидера и станет основой для создания в регионе технопарка «Кванториум». Сегодня подобные детские технические площадки действуют в 20 российских регионах. К 2020 году «Кванториумы» должны быть созданы во всех субъектах страны. Это новая модель дополнительного образования школьников. Технопарки «Кванториум» – это полигоны, оснащенные самым современным оборудованием, призванные формировать личность инженера с начальных классов школы. Это отправная точка развития любого региона и страны в целом. Не случайно создание сети детских технопарков отмечено на прошедшем инвестиционном форуме в Сочи как лучший проект комплексного развития территорий. С начала 2016 года на базе Центра детского творчества работает необычный для нашего региона кружок робототехника. Здесь воспитанники создают роботов, способных самостоятельно ориентироваться в пространстве, распознавать окружающие предметы и делать многое другое. Конструкция хоть и проста на вид, но вот стоимость такой игрушки кусается. К слову, на создание одного «Кванториума» требуется от 50 до 100 миллионов рублей, в зависимости от количества выбранных направлений. В бюджете Ненинского округа на эти цели до 2020 года заложено 60 миллионов. Эта сумма предусмотрена для закупки обучающего современного оборудования по направлению «Робоквантум», «Айтиквантум», а также «Гео», «Аэро», «Био» и «Автоквантум». Известно, что основой для полноценного технопарка станет создание Центра детского технического творчества на базе лидера. Такие модельные центры многофункциональны. Они созданы уже в большинстве субъектов. Вот возьмем по аналогии, допустим, Архангельскую область. Там есть областной дворец детско-юношеского творчества, который включает в себя все направления – и спорт, и техническое, и естественно-научное. И он выступает в роли методического центра, который тянет за собой развитие дополнительного образования всего субъекта. Наша задача – то же самое реализовать в Ненинском округе. Вот и все. Таким образом, в лидере дети будут продолжать заниматься спортом, останется художественно-эстетическое направление, а бонусом прибавится научно-техническое. Кураторы проекта в Ненинском округе ожидают большого интереса к научно-техническим кружкам со стороны школьников. Для того, чтобы понять, насколько интересен тот или иной кружок детям, как оценивают новую систему доп. образования родители, и также выявить реальный охват детей в этом направлении, Общероссийский народный фронт провел федеральный мониторинг посредством онлайн-анкетирования о доступности дополнительного образования. В предварительном итоге хотелось отметить то, что есть родители детей, например, двух-трех детей, которые отвечают, что на кружок ходит, например, только один ребенок. К сожалению, другие дети, например, не ходят и по разным причинам, но чаще всего нет финансовой возможности оплатить кружок всем троим детям. Это раз. Во-вторых, у нас родители чаще отвечают, что дети, допустим, от года до трех до четырех лет также имеют малую возможность посещения того же кружка дополнительного. В основном дети посещают учреждения культуры и спорта. К сожалению, нет кружков у нас ни на предприятиях, ни в колледже, ни в училище, что вполне можно было организовать такие кружки, клубы, как направление предпрофессиональной подготовки. Вполне возможно. В основном родители говорят, что оплачивать полностью кружки они не готовы 100%, что дополнительное образование должно оплачиваться государством. Но, опять же, хотя есть родители, которые говорят, если уж говорить совсем об оплате, то родители готовы оплачивать, но только, опять же, материально-техническую какую-то базу, расходные какие-то материалы, например, но не труд педагога. Труд педагога должен оплачиваться государством. Результаты опроса также показали, что большинство родителей готовы платить, но, во-первых, не все 100%, а, во-вторых, желают, чтобы дополнительное образование способствовало развитию навыков в жизни современного общества. Это и уроки финансовой грамотности, основы выбора профессии, программирования, IT-технологии, предпрофессиональные навыки, дизайн, обучение работе на современном оборудовании и так далее. Среди желаемых секций родители выделяют робототехнику, английский язык, акробатику, плавание и даже чирлидинг. В общем, относительно развития дополнительного образования округу есть куда стремиться. Анализируя новую систему, родители понимают, что перемены все же бывают на пользу. Главное – результат, которого добьется ребенок. Но раз уж так, то все равно платим и все равно ходим и будем ходить. Елена Семеновичева, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Прохождение ледохода в Наринмаре ожидается в третьей декаде мая, а уровни воды в столице региона будут выше, чем в прошлом году. В Ненинском округе стартовала работа по подготовке к ледоходу на реке Печора и прохождению периода весеннего паводка. Эта тема стала ключевой на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Прогноз паводковой обстановки на Печоре доложила начальник отдела гидрометеослужбы. По словам Веры Волик, более точный прогноз по паводку появится позже, когда начнет вскрываться лед в районе поселка Троицко-Печорска в республике Коми. Ледоход на Ринмаре ожидается в сроки, близкие к среднем многолетним. Это 23 мая с допустимой погрешностью плюс-минус 7 дней. Среднем многолетний уровень у нас 538 сантиметров. В этом году дают 550 сантиметров. Наиболее опасными с точки зрения нанесения материального ущерба от паводка являются населенные пункты Тошвицка, Великовисочная, Оксина, Лабожская, Макарова, Тельвиска, Куя, Анди, Красная, Осколково, частично город Наринмар с общим количеством населения более 4 тысяч человек. Главам муниципалитетов предстоит провести работы по усилению и реконструкции существующих противопаводковых насыпей, привести в готовность силы и средства, привлекаемые для всех видов работ, обусловленных весенним половодьем. Параллельно с подготовкой к ледоходу в регионе идет подготовка к пожароопасному сезону. Чтобы он прошел без чрезвычайных ситуаций, необходимо урегулировать ряд вопросов. В частности, привлечь арендаторов земельных участков, которые не входят в состав Гослесфонда к тушению пожаров. Речь идет о пожарах в Тундре. Коллеги нам с департамента природных ресурсов пояснили, что там будет их довольно проблематично к этому делу привлечь. И пока, скажем так, у нас просто это остается неотрегулированным. И, как вы все знаете, работаем всегда по этому поводу с колес. Помощь в тушении лесных пожаров в регионе в случае чрезвычайных ситуаций будет оказывать Архангельский единый лесопожарный центр. Доставку сил и средств к месту тушения пожаров в рамках заключенного контракта будет осуществлять Наринмарский авиаотряд. Он же займется патрулированием лесов в пожароопасный период. Он объявляется в регионе в июне. По словам Александра Игнатьева, до начала пожароопасного сезона необходимо также решить вопросы, связанные с тушением пожаров на свалках твердых бытовых отходов в Наринмаре и поселке Искателей. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Как говорится, весь апрель никому не верь, тем более погоде. Переменчивая погода в Ненинском округе не радует его жителей уже больше месяца. Такая природная нестабильность вызвала новую волну заболеваний. Чего нам ждать от погоды и как не стать жертвой природного обмана, расскажет Любовь Пермякова. А за окном то дождь, то снег. Вот уже больше месяца жители округа принимают контрастные природные ванны, спровоцированные Атлантическим циклоном. Отсюда неустойчивая погода со снегом, метелями, с перепадами температуры воздуха и атмосферного давления. Бесплатную процедуру, как показывают метеопрогнозы, жители будут получать еще до конца следующей недели. Поэтому, к сожалению, без усиления ветра не обойдется. В целом эти дни, в общем-то, порывы до 10 метров в секунду сохраняются. Ветер будет у нас в основном в восточных направлениях, потом постепенно переходить уже на северо-восточные, ну и восточные направления. Осадки также у нас сохранятся. В основном они будут идти в виде снега. Соответственно, селение ветра будет сопровождаться еще и метелью. Температура воздуха, по словам Архангельского гидромедцентра, в основном будет отрицательной. В отдельных районах округа, а именно в восточной ее части, будет опускаться до минус 25. А дневной фон в среднем составит 0-5 градусов, местами минус 9-14. Такие неустойчивые погодные условия создают благоприятную среду для заболеваний ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения респираторными инфекциями стабильная. Эпидемический порог не превышен. Однако среди детского населения, дети от 3 до 6 лет, наблюдается рост заболеваемости на 7%. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 422 случая ОРВИ, в том числе 345 у детей. В связи с ожидаемым ростом заболеваний сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют жителям округа одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, а в случае первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Участниками мастерской были подарены учреждениям здравоохранения и теперь украшают в том числе стационарное отделение детской окружной больницы. В следующем творить добро вызвался Ненинский краеведческий музей. На уходящей неделе учреждение культуры передало эстафету другим организациям региона. И ее уже не остановить. Прямо перед нами улица Смедовича, чуть левее площадь Ленина, памятник Владимира Ильича Ленина. Одними из первых действия года добра в Ненинском краеведческом музее ощутили те, кто живет в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. И пенсионеры, которые проходят курс оздоровления в комплексном центре социального обслуживания. Для них были организованы автобусные прогулки с экскурсом в историю края. На этом сотрудники музея не останавливаются и будут продолжать творить добро. Но эстафету добрых дел все-таки передали и другим организациям региона. Мы очень долго думали, что это что-то должно быть, какой-то знак передачи добрых дел. И было определено, что это должна быть, наверное, книга. Раз это музей краеведческий, то есть это должно остаться в истории нашего края и храниться в музее. Музей – это у нас главный хранитель всех фондов Ненинского автономного округа. Поэтому здесь это будут странички, их можно будет брать, оформлять теми фотографиями, теми событиями. Каждое учреждение, каждый житель, даже абсолютно какое-то маленькое доброе дело, но оно здесь, в этой книге, оно будет учитываться. Свой след в книге истории сегодня уже оставил Наринмарский авиаотряд. В губернаторскую библиотеку авиаторы презентовали 100 экземпляров книг. Эта книга об истории нашего предприятия, ни много ни мало, 70-летняя история нашего предприятия. Я в душе надеюсь, что молодые люди, прочитая эту книгу, заразятся по-хорошему, заболеют авиацией и придут к нам на смену. По словам директора Ненинской телерадиообещательной компании Владимира Томилова, телевизионщикам не привыкать нести адресное добро людям. Этим компания и продолжит заниматься, подхватив эстафету добрых дел. Ведь кто-то нуждается в сборе средств на дорогостоящие лечения, кто-то нуждается в улучшении жилищных условий, а мы, телевизионщики, способны, по крайней мере, как минимум обратить на это внимание вышестоящих и внести добро всем людям таким образом. И самое главное, что мне кажется, творить добро нужно не только в год добра, но и всегда, и я думаю, мы это будем продолжать и в 18-м, и в 19-м, и в последующих годах. Результатом года добра в НАУ станет не только книга, но и документальный фильм, отметил директор телерадиообещательной компании. Традиция назвать каждый Новый год принадлежит главе региона. Тематику 2017-го объявили сами жители. Я очень хочу, чтобы эстафета добра дошла до каждого населенного пункта в нашем округе, и чтобы 2017-й год стал таким стартом добрых дел в нашем Ниндском автономном округе. Принять участие в эстафете добра могут все, будь то организации или отдельно взятые жители округа. Ведь творить добро – это так просто. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. Адрес trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова